Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну и конечно же не могу не напомнить, друзья, то что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, где каждый день мы размещаем достаточное количество аналитического контента для принятия вами конкретных торговых решений. Ну что ж, сегодня из важных событий, на которые стоит обратить внимание, точнее важных отчетов, это статистика по инфляции в еврозоне. В последнее время индексы потребительских цен мы анализируем по всем регионам, потому что прекрасно понимаем, что от того, насколько эти индексы будут расти дальше, напрямую будут зависеть решения соответствующих регуляторов по ужесточению монетарной политики. Европейская валюта – это актив, который, конечно же, в фокусе нашего внимания. Пара евро-доллар сейчас котируется на уровне 1.1347. И стоит отметить то, что евро, скажем так, еврозона и Япония – вот два региона, которые пока что еще удерживают прежние масштабы экономических стимулов, сохраняют эту политику крайне мягкой и не анонсировали за последние полгода каких-либо изменений вот в этом монетарном курсе. Другие центральные банки отдельные уже пошли, кто-то даже повысил процентную ставку, как Банк Южной Кореи, Норвегия, Банк Англии. Кто-то готовит, к такого рода решениям. Ну а кто-то, как я уже отметил, еврозоны и Япония – регионы, за которые отвечают центральные банки, считающие, что экономические стимулы по-прежнему уместны. Я, друзья, ранее рекомендовал рассматривать краткосрочно евро с позиции покупок, потому что мы наблюдаем за неоднозначными настроениями по доллару. Некоторое время назад пришли с вами к выводу, что, скорее всего, нужно подождать январьское заседание ФРС и последить за реакцией на него. Если доллар выкупят после заседания в январе, это, по сути, уже следующая неделя, то тогда мы тоже положимся на вот этот тренд формирующихся настроений, что доллар нужно покупать, потому что март уже не за горами, а там будет фактически повышение процентной ставки. На январьском заседании, на пресс-конференции, как раз эта дорожная карта изменений может быть финансирована. До этих пор, пока мы не уверены в том, что доллар получит импульс роста в ближайшее время, я говорю сейчас про индекс американской валюты, риск может получить свою еще порцию позитива. Особенно если учесть, что в любой момент зашкаливающая инфляция может заставить регуляторы, которые сомневаются, например, Европейский центральный банк, передумать и тоже начать сокращать экономические стимулы. Поэтому сегодня ждем инфляцию в 13.00 по московскому времени. В годовом выражении, скорее всего, будет 5%, ну, базовое, безусловно, пониже. И завтра уже выступление Кристины Лагард, которая возглавляет Европейский центральный банк. Поэтому рост инфляции потенциально жесткая и дорика. Даже намек на то, что ЕЦБ может все-таки начать сокращать экономические стимулы, будет достаточно, чтобы евро локально отправили на снова, на тест уровня 1.14 и выше. Британская валюта локально растет. Мы покупаем фунтам, потому что положились на статистику. Сначала это были очень сильные отчеты по рынку труда. Вчера данные по инфляции, как и ожидалось, очередные рекордные уровни. 5-4% рост 5,1% – это максимум за последние 30 лет с 1992 года. Базовая инфляция тоже выросла. На чем растет инфляция? Я думаю, что если вы следите за моим контентом, вы точно можете ответить на этот вопрос. Цены на энергоносители, срыв цепочек поставок, проблемы с логистикой, бешеный потребительский спрос и снятие в отдельных регионах ограничений способствуют также реализации этого спроса. Роста заработных плат и в конечном счете все это создает условия для повышения индекса потребительских цен и тенденции роста по всем странам, друзья, без исключений. 30-летний максимум по инфляции, о чем он говорит? О том, что Банк Англии на заседании, которое состоится в первых числах февраля, может повысить процентную ставку. Я не отказываюсь от своих слов. Я допускал, что такое вполне возможно. Поэтому у фунта есть хорошая поддержка сейчас. Тем более, что политические риски, если кто-то вспомнит про скандал вокруг Бориса Джонсона, за то, что он посещал мероприятие в тот момент, когда в Англии действовал жесткий локдаун, политический скандал, он пока не влияет на британскую валюту. Ну, может быть, потому что разговоры о потенциальном ботам недоверия, импичменте, это пока что из-за разряда как бы желтой прессы. Конечно же, малая вероятность, что дело дойдет до этого. И рынок сфокусирован на каких-то системных факторах. В общем, ждем еще завтра ровничные продажи по Англии. Если отчет будет тоже неплохим, фунт может упрощить свои позиции и легко закрепиться выше отметки 1.37. Золото, друзья, это прям большая победа наша. Мы оставили на 1.840 долларов за тройскую унцию. Поздравляю вас, эта цель была достигнута. Сверхагрессивный выкуп этого металла в рамках вчерашней торговой сессии. Сейчас котировки 1.838. Я надеюсь, друзья, вы зафиксировали профит. Если нет, то в целом моя рекомендация еще не пересматривать свое отношение к золоту. Я думаю, что рост еще может последовать и дальше, сегодня и завтра. Если кто-то из вас фиксировался на отметке 1.840, можно перезайти по уровню 1.830. Индекс хроничных настроений Кайман. Если кто-то из вас сомневался, что он работает, пожалуйста, вчерашний рост золота – доказательство того, что он реально работает, и на него нужно смотреть и с уважением относиться к такой индикации действий толпы и меньшинства. Поэтому цели роста еще актуальны. Поскольку сейчас индекс настроений Кайман по-прежнему зашкаливает, указывая на действия толпы, что все шартят, золото может еще подрасти. Рынок нефти 88.44. С 87.50 рекомендовал сделки, собственно, шартовые. Мы, собственно, уже в рынке, надеясь, что коррекция последует. Тем более, что фон, связанный с эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке – это то, что уже старая тема, полностью заложена в котировках. Инцидент с нефтепроводом из Ирака в Турцию из-за возгорания, опять же, на одном из турецких участков – это не атака, друзья. Это следствие обрушения линии электропередачи. Но, в общем, это тоже как бы уже в прошлом, поскольку перегон нефти, транзит уже восстановлен. Каких-то других факторов, ну, если не копаться прям совсем в системных, фундаментальных причинах, которые больше относятся к долгосроку. Я думаю, что краткосрочная коррекция, ну, она прямо необходима. Она должна произойти, я надеюсь, что уже в ближайшие дни. Надеюсь, вы поймете, из чего я исхожу. Доллар канадец 1.24.94 по факту выхода данных по инфляции. В целом, как мы ожидали, рост тоже, кстати, как и в ситуации с Англией, 30-летний максимум 4.8% с 4.7%, базовая инфляция выросла до 4% с 3.6%. И ждем заседания Банка Канады на следующей неделе. Есть по-прежнему вероятность того, что если не повышение процентной ставки, то, по крайней мере, анонс этих действий на будущие периоды может также поддержать канадский доллар. Ну, и сейчас, к тому же, еще и рынок нефти, который не хочет корректироваться, тоже способствует укреплению позиции канадского доллара. Биткоин ждем ниже 40 тысяч, причем в ближайшие дни. Также, опять же, цель не отменяется. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok